Всем привет! Проблемы потливости рук беспокоят многих полденсеров. Конечно, развитие пилона и науки не стоит на месте, и сейчас есть тысячи средств и способов, как справиться с проблемой потливости рук. Однако в различных статьях на тематику пилона лично я смогла открыть для себя довольно мало полезной информации. Пришлось по крупицам собирать данные, которые позволят справиться с влажными ладонями на занятиях и гипергидрозом той или иной степени. Надеюсь, данное видео поможет тем, кто столкнулся с проблемой влажных ладоней и кому это мешает заниматься любимым видом спорта, танца и акробатики полденс. Итак, анализируя свой опыт борьбы с руками, я могу выделить несколько способов улучшения сцепления рук с пилоном. Каждый способ сопряжен с той или иной психологической или физиологической проблемой. Разберем именно проблемы с вытекающими из них решениями поэтапно. Итак, первая незадача – проблема новичка. Это больше психологическая проблема, связанная со страхом. Думаю, с этим сталкивались все. В первое время обучения руки скользят и кажется, что удержаться на пилоне просто невозможно. Именно новички чаще всего бьют тревогу по поводу потливых ладошек. Хотя можно обойтись в этом случае и без тревоги. Процесс изучения нового, естественно, сопряжен для организма со страхом. Тем более, когда вы пробуете перевести свое тело в положение вниз головой. Конечно, если вы до этого часто зависали в перевернутом положении, держась на одних руках, то проблема новичка не коснется вас так сильно. Но подавляющее большинство полденсеров сталкиваются с этой незадачей практически на каждой тренировке. Дело в том, что не только первый месяц занятий на пилоне, шокирующий для тела и психики, но и каждый новый трюк. Кто уже не новичок в полденс знает, что первые попытки выполнения любого элемента часто сопряжены с мокрыми ладошками. Но с каждым днем руки реагируют на конкретный элемент все лучше. Почему же так происходит? Вкратце, на первых тренировках на пилоне и в целом при выполнении каждого нового элемента вы, как и ваш организм, не до конца уверены, получится ли, хватит ли сил и сцепления, а вдруг вы упадете или вас не удержит тренер. Думаю, вы вспомните тысячи мыслей и сомнений, которые посещали вас в начале пути и которые также порой заглядывают в ваше сознание вместе с новым элементом. Все эти мысли и сомнения посылают сигналы опасности и неуверенности в мозг, и тело реагирует соответствующе. Мы замечаем эту реакцию в первую очередь на руках. Вспомните, руки могут увлажниться и в другой ситуации, вызывающей страх и неуверенность. Это нормально. В конце концов, в начале занятий и в изучении нового элемента не только психологически, но и физически нельзя быть уверенным в том, что все получится. С практикой же мышцы крепчают, техника растет, улучшается сцепление и руки становятся суше. Итак, вывод из проблемы новичкам. Она решается сама по себе со временем. Страх выполнения нового элемента уменьшается, когда элемент становится не новым. Так многие вспомнят, как скользили раньше руки на самые обычные рогатки, а сейчас все отлично. Так что не стоит впадать в панику, если другой новый для вас элемент на время возродит проблему. Думайте о том, что спустя несколько тренировок все пройдет. Если же ничего не проходит, и ваши руки мокрые во время выполнения рогатки ровно так же, как и два года назад, это уже не проблема новичка. Ну или не только одна. Дойдем мы и до вашей беды. А пока затронем вторую немаловажную проблему, которая, кстати, часто идет в тандеме с первой. Итак, это проблема сцепления или силы хвата. Скажите, часто ли до увлечения полдэнс вам приходилось заниматься на турнике или кольце? И главное, висеть, держась руками за шест, причем именно полированный. Или, может быть, вы частенько работали с эспандером до пилона? Если ваш ответ нет, то, пожалуйста, не удивляйтесь, что ваши руки не обладают сильным хватом. Сцепление с пилоном и сила хвата в целом постепенно улучшаются по ходу занятий. Но если руки плохо держат пилон, не помешают поработать над улучшением хвата и отдельно. Итак, мы подошли к решению проблемы сцепления. Первое решение, наверное, самое главное. Заведите себе нового помощника, это ваш друг эспандер. Причем лучше взять самый простой кистевой эспандер, как на фото. Ну, конечно, если не найдете его, подойдет любой. Можно найти с разной степенью прожимаемости. На первых порах возьмите легкий или средний. Но, скорее, это будет тот, который продают в соседнем магазине спорттоваров. Конечно, также можно заказать его и онлайн в интернете. А может, друг эспандер у вас уже есть, тогда ваша задача взять его с пыльной полки и начать работать. В этих тренировках крайне важна систематичность. Нужно заниматься с эспандером каждый день для наилучшего результата. И первовремя не столь большое значение имеет количество, а важна регулярность и качество. Лучший эффект дадут два различных упражнения с эспандером. Это сжатие-разжатие без задержки и отдельно удержание эспандера в сжатом состоянии несколько счетов. Можно начать с 10-20 повторений на каждую руку, плюс столько же счетов задерживать. Постепенно увеличивать количество. К примеру, подготовленный полденсер может делать около 100-130 сжатий-разжатий в день и удерживать 50 счетов и больше. При этом не обязательно выполнять все 130 повторений сразу с одной руки. Я, к примеру, в основном считаю по 10 раз. На одну руку 10, затем на вторую и снова возвращаюсь к первой. Начинать лучше со слабой руки и на ней же заканчивать. То есть в итоге выполнять на слабую руку немного больше повторений, нежели на сильную. К слову, от эспандера не только улучшается сила хвата, но и может уменьшиться гипергидроз. Руки правда становится суше. Еще один бонус от эспандера. Ладони приобретают способность сцепляться в пилон и удерживаться на нем даже немного влажными. Просто начните свои тренировки с этим чудо-тренажером и результаты не заставят себя ждать. Кстати, комплекс упражнений с эспандером есть в онлайн-школе Полдрим. Так что если вы хотите укрепить хват, узнать больше об особенностях сцепления, боли и синяков Полдэнс, а главное улучшить свою технику работы на пилоне на обе стороны, то записывайтесь в онлайн-школу Полдрим. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Если же у вас дома нет пилона, то хват мы также прорабатываем в онлайн-силовом марафоне. А еще улучшаем осанку, чистоту, исполнение, баланс и конечно набираемся сил для трюков на пилоне. Записывайтесь в силовой марафон по ссылке в описании под этим видео, мы проводим его каждый месяц, ждем. Поделюсь еще парочкой способов улучшить сцепление и хват, кроме очевидного. Это, к слову, практика-практика и еще раз практика непосредственно на пилоне. А другие помощники это турник, кольцо, воздушные полотна и петля. Тренировки на этих снарядах способствуют естественному улучшению хвата. Причем не только увеличению силы, но и в целом улучшению цепкости. На этом пока что все. В следующей части видео я расскажу еще о нескольких проблемах влажных ладошек. И, конечно, затрону подробно самую главную, которую с легкой руки приписывают себе практически все пилонисты с первого дня занятий. Это гипергидроз. Ставьте лайк, если тема для вас актуальна. Напишите об этом в комментарии и убедитесь, что вы подписаны на канал, чтобы не пропустить следующую часть по этой теме. И также, если видео оказалось вам полезным, поделитесь им в соцсетях. Или вышлите своему другу полденсеру, кто также страдает от влажных ладоней при работе на пилоне. Спасибо вам за поддержку. Увидимся в следующем видео. Пока!